МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДОЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДОЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная мета – проведение промых телефонных линий, повышение эффективности работы со зворотами грамадян и выкоронение фактов бюрократизма. У Беларуси яны проводятся середины студене минулого года. За гэтый час только керавниками Гомельского областного выканавчего комитета проведено каля 50 таких линий. Основная колька из ворота утычутся пытания у работы жильево-коммунальной господарки, доброе упорядкование, працеулаткование и дейности социальной сферы. Большаясть пытаний выращаются одразу, после проведения с грамадянами тлумачальной размовы. Усе обгрунтованные проблемы, выращение яких под рабой значных финансовых затрат, взятые на контроль. Безусловно, есть и такие обращения, которые ставятся на длительный контроль. В основном они связаны с большими финансовыми затратами, когда люди хотят либо асфальтирования улиц, либо газификацию, либо водопровод. Это те вопросы, которые, скажем, мы не можем решить за одну неделю, за месяц. И бывает, что мы в течение года их держим на контроле. И у протяг темы. Выявите по макшимасте одразу выращать проблемные пытания у сферы жильево-коммунальной господарки, мета одиных джен-жеу, яке проводится у Гомелли. Жихарам города селета пропоновали интерактивный формат встречи с представниками жильево-эксплуатационных управлений и мясовых органов Улады. И они, конечно, проходят у помешканьях дома управлений и на базе установ адукации. Каля 20 пытаний у напереда дни поступило адже Хароу Чигуночного района. Немалая частка зворотов была связана со изменами парадку продоставления жильево-коммунальных послуг. Дарычи, для тлумачения новых правилов были организованы додатковые горачые линии. Однако, як показывая практика, после проведения одиных джен-жеу, необходности у них практически нема. Как правило, после единых дней жил-жеу значительно уменьшается количество обращений граждан за вопросами разъяснительного характера. И на этих днях жил-жеу решаются тоже какие-то вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. То есть устраняются какие-то замечания, пожелания учитываются. То есть, в принципе, значительно снижает количество обращений. Сирот пытаний, у которых валют насельничество, так само доброе упорядкование подъездов и замена инженерных сеток. Их повинны будут вырошить за ближайший месяц. Отповедности с законом о взворотах граждан отказы на пытания, которые потребуют тлумачения, будут дадены на протягу 15 джен. При необходности проведения ремонтных работ проблемы ликвидуют у ближайшие 30 джен. Каля 600 замежных студентов, які навучаються у высшайших навучальных установок Гомельской области, сёня стали удельниками международной сустречи, присвеченной Дню Содружности Наций и 55-годзю Белорусского фонда Миру. Якими думками делились молодые процедуники розных краин и что можно было убачить на сцене, ведая Алексей Нсерову. Каля корпуса Гомельского державного университета незвычайно жматлюдна. Менавито тут проходит першая у истории в области международная сустреча студентов. Правда, принять у сих не дозволяюсь площадь. Актовая зала различена на 600 местов, а токи замежных студентов у нас значно больше. Сегодня Гомельская область можно назвать, напевно, своясабливым международным адвокационным центром. У местовых ВНУ учатся каля 1700 замежных студентов с 38 краин света. Зима в Белоруссии часом холодная, але белый снег, видимо, приемный. И на коньках кататься сподобалося. Студенты с краины, які для нас заявляються экзотичными, кажуть, что бачили у Белоруссии шмат незвычайного. Большисть язык об нашей краине до приезду имели минимальную информацию, але теперь, сдается, никто не шкодуе. Одна моя подруга была, она здесь учила медицин. И она мне сказала, что есть. Ну, можно сюда приехать и учиться, а здесь вообще-то дешевле, чем в Индии. И вообще, ну, хороший был. Поэтому я видела, на интернете тоже видела. Акекечу Велико, Нигерия, участвовал на четвертом курсе медуниверситета и худко станет урачом. Кажется, что знайшов в Белоруссии шмат осябров взрослых краин. Экек теперь обеднувая не только учеба. В общежитии мы иногда играем в теннис, в волейбол. Мы делаем спорт, мы занимаемся со спортом вместе. Почас международной студентской встречи, ее ученики демонстрируют свою национальную культуру и кажут об тем, что Махчима после завершения учебы больше николе не вернется в Беларусь, а не заховают об ее самое теплое почуте. Уречься, это краина, якая вызначается своей гостиной, сгодой и миролюбностью. За час учебы молодые люди не просто оценили гэтая якости. Для некого Махчима я не станусь нормой життя. По великим рахунку, так нарожаются народные дипломаты и попередуются Махчимы конфликты. Они же сегодня тоже решают вопросы, а в будущем это же и руководители, и специалисты и так далее. Поэтому от того, как мы их воспитаем, как им мы скажем, что такое мир, дружба, на примере нашей республики, конечно, и будет многое сделано в плане миротворчества и согласия международными. Институт пограничной службы Республики Беларусь все лето в першине у рады своих курсантов приимает девчат. Отримать эдукацию я не смогусь по специальности керування подразделениями пограничного контроля. Дарыч, служить на границе женщины могли ранее. Однако отсутность ответной эдукации и по сутности махчимости ее отримать не дозволяла им займать керуючие посады. Вогуле Институт пограничной службы – довольно молодая научальная установа. В этом году ее исполнится усяго шесть годов. А лишь опыт профессорско-выкладчицкого коллективу немалый. Институт был створен на основе факультета военной академии Республики Беларусь. Сегодняшние молодые люди мают махчимость научаться у особной ВНУ. Тут на выбор им пропонуют четыре специальности. Научание продолжится четыре годы. Разом с дипломом выпускники отримливают звание лейтенанта и квалификацию специалист по керуванне. Приемная кампания уже стартовала молодым людям, желающим поступить на обучение в наш институт. Необходимо до первого апреля обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать ряд документов, которые указаны на сайте нашего института. До десятого красавика будет идти первичный профессийный отбор, у которого ходят медицинские огляды и оценка физической подрихтовки. Наступный этап – сдача централизованного тестирования. До речи, хлопцы могут затримать эдукацию, поэтому на керунку деятельности так само у Национальном техническом университете Военной академии Республики Беларусь и во Университете информатики и радиоэлектроники, где установлены такие же термены уступных испытов. Темчасом, приемная комиссия ВНУ, Министерство внутренних справ так само начали свою работу. Подать документы у Академию МУС и Могилевский институт можно до 15-го красавика. Протягиваем выпуск. Супрацовники Управления Державной инспекции с допомогой удячных водителей узбираются вызначит самого спагадливого и доброзачливого инспектора Гомельской области. З на годы 80-годового юбилея, с дня утворения ведомства, удае обвестили об проведении акции «Инспектор, який мне допомог». Усе водители ведают, у чим заключается головная задача инспектора у дорожной службы, а ли у кожного свое ставлення до представников этой профессии. Одным инспектор да и выписал штраф, иншим зарабил попереджение, третьим подяковал и пожадал счастливого шляху. А ли есть и та категория водителя, у якой спотребилась допомога инспектора у тяжкой ситуации. Лучшего инспектора наградят специальным дипломом инспектор ДПС, который мне помог. И вручат на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию образованию ГАИ, который состоится у нас в областном центре 1 июля. Участвуйте, присылайте все ваши строки, видео на электронный адрес, либо на почтовый адрес областной госавтоинспекции. Уникальная Библия 19-го года представлена на выставе, присвященной Дню православной книги у Гомельским храме «Преображение Господняха». Выдание «У трех томах» было выпущено у Санкт-Петербургу 150 годов тому. Гэтая книга Святого Писания одразу стала библиографичной редкостью. И она утримливает 230 гравюр знакомитого французского мостака Юста Вадаре. Эта книга печаталась в 1888 году, около года она в производстве была. Когда ее напечатали, ее напечатали всего лишь 100 экземпляров. И по сегодняшний день я, конечно, точно не знаю, сколько сохранилось экземпляров, но в Беларуси этот экземпляр точно единственный, потому что источника у нас нет, что где-то еще что-то есть. В чем ценность этой книги? В том, что в определенных кругах, конечно, Юста Вадаре все знают, он считается классиком церковной гравюры. Экспозиция у храме так само знайомить с информацией про створальника первой русской друкованной книги «Апостол» Деякана Ивана Федорова и про книги, которые были выпущены при его деле. День православной книги что года означается 14-го соковика. До этого дня и будет працавать выстава у храме. На этих выходных беларусы отзначать, бадай, самая смачная свято года – масленицу. По традиции, народные гуляни будут особливо массовыми и видовищными. У Гомелли завтра мероприемства разгорнутся во всех районах города. А кроме традиционной дегустации блинов и лажения по слупе, организаторы мероприемства обещают встретить весну ярким шоу, яке повинны удивить и порадовать гамельчан. На Пляцовце Каля Лядового Палаца за 11-ти годин будет працавать выстава, декоративно-прикладной творчасти и ладится концертная программа с уделом творчих коллективов Центрального района. Парадуя Городжан и спортивно-забавляльная программа с цекавыми конкурсами. У Советском районе, начи с 12-ти годин, проводить зиму будут на Пляцовце Каля ДК-фестивальны с поборнествами веселых сватов. Жыдаючые могут зарабить селфи с масляничным блином, убачить флешмоб «Танец с блинами» и блиншоу на масляничных подворках, где глядачоу сустренуть белорусские народные и литературные персонажи. Самую креативную весновую коллекцию оденья покажут на шоу «Масляничный млинмоды-2016». Народно обрадовая свята «Широкая масляница» чекая Городжан на стадеоне «Гомсельмаш» у 10 годин ранницы. Тут пройдут спортивные споборнествы. Так само в плане катание на конях, показальные выступления рыцарского клуба и инструкторов-кинологов. В зоне отпочинку пруды с 12 годин будут ладзиться семейные конкурсы и молодецкие забавы. Скончатся святочные гулянни традиционным спальванием пудела зимы. Я в спорте. Больше как 130 юных боксеров с Беларуси и Украины приняли в делу открытым першинстве дитячо-юнацкой спортивной школы «Омега». Турнир традиционный. Он проводится уже больше за 10 годов. Однако эти первые споборнествы особливые. Яны промеркованы до 15-ти годы спортшколы. Максим Савин протягнет. Дитячо-юнацкая спортивная школа «Омега» функционирует при профсоюзном комитете Гомельского инженерного института МНС. Здесь мы працуем по четырех направлениях. Спортивное скалолажение, бокс, парусный, пожарно-воротовальный спорт. В школе занимается больше за 300 хлопчиков и девчонок. Для спортшколы 15 годов взрослый очень юный. Однако за этот час тут появились свои традиции и успехи. На сегодняшний день у нас в сборной республике Беларусь находятся три учащихся по боксу в сборной команде. Участвовали в прошлом году в чемпионате Европы по боксу. А также у нас замечательное отделение парусного спорта, в котором у нас два учащихся находятся в сборной республике Беларусь. Ко всему прочему, у нас еще есть пожарно-спасательный вид спорта, который за это время воспитал чемпиона мира. Больше за 10 годов открытое першинство спортшколы «Омега» сбирая юных боксеров из Беларуси и Украины. У теперешнего турнира приняли удел больше, как 130 боксеров. Бойцов дослали многие регионы Беларуси. Широко представлена Гомельская область. Улика удельников спортсмены из Гомеля, Рэджицы, Жлобина, Лельчица, Уветки, Мазыра. Гонор Украины обороняли боксеры с Чарнигова и Слаутича. Украинцы до Рэджи частые гости не только на турниры школы «Омега». С поборницей у Беларуси дают молоде необходный международный опыт. Мы у себя турнир проводим, они к нам приезжают, мы к ним. Вообще в Беларуси много ездим. Очень всегда хорошие соревнования, организация. Всегда тепло принимают. Приезжаем, как все, домой. Бокс растет в Беларуси, достойные бои. Как бы уже международный опыт приезжаем. Они уже у нас увереннее потом на Украине боксируют. Узнагороды на турниры легко не давалися. Но у сего разыграли 25 комплектов медалев. Самые великие уроджают боксеров Гомельской области. 19 первых местов и 18 других. В активе выхованцев спортшколы «Омега» 6 золотых и 2 сребряные узнагороды. Максим Савин, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценка. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.